Приветствую вас! Вы, конечно, мало предоставили информации о себе, но я думаю, что некая картина ситуации все же появилась. Начнем с того, что мысль о этом человеке, несмотря на его внутреннее отношение к вам, бьет вашу голову, потому что вы нуждаетесь в том, чтобы чувствовать себя женщиной, вы хотите чувствовать себя женщиной, вы не реализуете себя как женщина, и это заставляет вас испытывать определенные потребности. Ну, может быть, здесь даже дело не столько в сексе, сколько во внимании мужчин, именно мышцом, во внимании с вашей позиции, и это то, в чем вы нуждаетесь на данный момент. Потребность. То есть, этот мужчина, он для вас стал своего рода таким носителем тех потребностей, которые вы хотели бы удовлетворить, и которые вы не удовлетворяете никак. Судя по вашему тексту, и тогда совершенно логично будет сказать вам о том, что ошибки у вас нет никакой. Кроме, разве что, только того, почему 26 лет у вас нет молодого человека, а вы позволяете, позволяете своей работе заполнить весь ваш разум. Вот это вот само по себе не является совсем таким уж нормальным. И то ли у вас страх перед отношениями, то ли у вас завышенные требования к мужчине, из-за которых вы не можете с кем-то сблизиться, то ли вы обладаете определенными установками, и в данном случае эти установки, я бы сказал, несколько негативны, деструктивны, которые не позволяют вам сближаться с мужчинами. То есть вам нужно понять, вы вообще отношений хотите, вот вы сами вообще отношений хотите, если да, то их нужно выстраивать. Но не на работе, а где-то в другом месте. И тогда можно вести речь о расширении вашего кругозора, тогда можно вести речь о том, чтобы вы немножечко меняли, может быть, свой образ жизни, свою сферу деятельности, чтобы вы расширяли ее, чтобы вы как-то старались заниматься чем-то еще, помимо работы и так далее, и так далее, и так далее. Ну а служебный роман, он опасен тем, что в случае неудачи может очень серьезно повлиять на то, как вы будете чувствовать себя именно на работе. То есть если служебный роман вдруг у вас не получится, если вдруг, то могут быть, к сожалению, у вас большие проблемы на работе. Именно на работе. Вот этот аспект, его, на мой взгляд, нужно довольно хорошо понимать. То есть это не что-то такое, что прямо запредельно сложное, но довольно простая вещь. Так же как и простой вещью является то, что вы испытываете в общество достаточно естественные желания, естественные потребности в том, чтобы любить и чтобы быть любимым. То есть в этом нет ничего, вообще сколько-нибудь ненормального. И ошибка ваша в общем виде звучит так, что у вас недостаточная осознанность того, как произвекает ваша жизнь. Как происходит ваша жизнь. Как происходит ваша жизнь. Вот недостаточная осознанность того, как протекает ваша жизнь и приводит к тому, что вы описываете. Соответственно, больше осознанности, больше рефлексии, больше прислушивания к своим желаниям, больше прислушивания к своим потребностям и анализ возможных препятствий на пути к этому. Это вот то, что вам нужно, можно порекомендовать. И то, чем можно объяснить данную ситуацию. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Здесь есть унипля slips получающая следующая возможность LEGS в плане. Здесь нет пох II. Называется не амминицией. Здесь есть унипляжيف mycket опыта не бесплатная диз PO. Вот такая есть унипляжнаяksamка.